Последнее, собственно, решение органов следствия вообще просто повергло в шок. Следствия не устраивают данные, которые были получены в ходе того следственного эксперимента. Да, то есть сейчас целенаправленно идет доказывание вины водителя. Прессинг различными способами. Я думаю, что сейчас они хотят провести еще один эксперимент. Субтитры создавал DimaTorzok Тем самым сюжетом мы сделали огромный общественный резонанс. И нас поддержала федеральная СМИ, за что им огромное спасибо. Водителя КамАЗа обвиняют в гибели трех человек. Они попали под колеса при оформлении другой аварии. Но мог ли водитель заметить людей на ночной трассе? И нет ли в этом вины инспекторов? Вина за смертельную аварию лежит и на полицейских. Они не обозначили опасный участок. Хотя административный регламент требует оградить место происшествия и его участников машиной с мигалками. Возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны сотрудников полиции. Будет дана правовая оценка действиям или бездействия членов следственной оперативной группы, участвовавших в осмотре места происшествия. Чего мы добились тогда, вы помните, был проведен повторный следственный эксперимент. Мы и дальше продолжали и продолжаем наблюдать за расследованием этого дела. Что нам стало известно? После того, как дело получило огласку, оно было взято на контроль в Генеральную прокуратуру. И в ходе расследования вообще уголовное дело начала какая-то объективность появляться, справедливость. С нашим участием в ноябре был проведен следственный эксперимент по определению видимости на проезжей части на момент ДТП, того страшного именно ДТП. Были получены данные, все это замерено. Следственный эксперимент был достаточно сложный, поскольку много участвующих лиц полностью восстанавливали всю обстановку на дороге, каким автомобили были во встречном направлении, какие автомобили стояли на обочине. Все эти данные были сгруппированы и на их основании была проведена судебная экспертиза. Автотехническая по установлению механизма наезда и степени вины водителей и других участников страшной аварии. Экспертиза была готова 20 января 2020 года. Она показала, что технической возможности у водителя КАМАЗа избежать наезда на людей в сложившейся дорожной ситуации не было. Но тем не менее расследование все еще продолжается. И вот с того момента, именно с конца января, опять же продолжились гонения, давления именно на водителя. Неоднократно вызывали уже к следователю, дополнительно допрашивали. Знаете, практически одинаковый вопрос, на который хотят услышать разные ответы. Ну то есть эксперт сказал, что водитель не имел технической возможности, то есть не нарушал правила дорожного движения. Да, то что он не виновен в этом ДТП. Не имел возможности куда-то деться, избежать, остановиться. Уже проверяли тормозную систему на автомобиле, рулевую систему. Причем проверяли это в марте, спустя практически полгода, как автомобиль стоял, никуда не ездил, не двигался. Зачем это было сделано, тоже непонятно, поскольку тормозной путь у нас чуть больше 30 метров. Для людей, которые ездят на большегрузных автомобилях, общая масса которого почти 40 тонн составляет, ну не секрет, что это вообще минимальное количество. Да, оно меньше даже, чем рекомендует у нас завод-изготовитель этой техники, ну тормозной путь. Причем существенно меньше. Но последнее, собственно, решение органов следствия вообще просто повергло в шок. У нас на 31 марта назначен повторный следственный эксперимент, в ходе которого будут устанавливать видимость на проезжей части. То есть в тот момент, на том следственном эксперименте, они этих обстоятельств не выяснили? Выяснили, были установлены эти обстоятельства. На основании этих данных была проведена именно техническая экспертиза, но, видимо, следствия не устраивают данные, которые были получены в ходе того следственного эксперимента. Да, то есть сейчас целенаправленно идет доказывание вины водителя о прессингах различными способами. Как этот следственный эксперимент будет проходить, вообще непонятно. ДТП было осенью, получается, в середине октября, а сейчас конец марта, 31 марта. Как они будут воссоздавать эти погодные условия? Как вы воссоздаете? Посмотрите, какая погода, какое солнце и какая погода в середине октября. Вообще, как можно ночь осени сравнить с ночью весны? Но для меня это загадка. Ну, это, в моем понимании, совершенно разные условия. А неизвестно, почему такое решение? Я так понимаю, это прокуратура решила внести какой-то прокурорский протест? Нам не поясняют, по какой причине принято решение проведения повторного следственного эксперимента. Нас единственное прислали нам уведомление, прибыть для участия в следственном эксперименте. Ну, со слов следователя, да, проводят его по требованию, поступившему из прокуратуры Пензенской области. Но само требование нас с ним не знакомили, мы его не видели, что в нем написано, соответственно, мы не знаем. Да и есть ли оно вообще, тоже нам неизвестно. Ну, в общем, очень странно. Ну, явно здесь напрашивается, что хотят водителя сделать виновным. Их не устроило результаты экспертизы. Ну, то, что хотят водителя сделать виновным, для нас это уже не секрет. То есть мы видим это в ходе расследования всего дела. Но насколько объективно сейчас будут данные полученные? То есть это не объективно будет 100%. По сути, это основное следственное действие, где будут устанавливать. И какую экспертизу они будут в итоге брать в учет? Да, какую экспертизу, какие данные они будут использовать, то есть тоже непонятно. Потому что экспертиза, она проводилась, они хотят, видимо, новый следственный эксперимент для повторной экспертизы. Да. И какие в учет данные они будут брать? Наверное, те, которые не в пользу водителя, скорее всего. Потому что при данных обстоятельствах, которые будут проводиться, если повторный следственный эксперимент все-таки будет проводиться, однозначно воссоздать те условия нельзя. Поэтому данные будут однозначно разниться. И явно не в пользу водителя. Они будут однозначно разниться. И более того, на момент проведения первого следственного эксперимента, где мы участвовали, не было данных, какой вообще рекомендованный остановочный путь. А сейчас в экспертизе судебный эксперт произвел расчет уже. И в материалах уголовных есть сведения, до какого расстояния видимости водитель будет виноват в ДТП и имел возможность остановиться, а до какого уже будет не виноват. Но они под эти цифры хотят подогнать, скорее всего. По нашему мнению, сейчас следственный эксперимент будет выглядеть именно в подгонке цифр для проведения повторной экспертизы. В той повторной, значит, не экспертизе, а повторном следственном эксперименте, те данные были однозначно объективны, потому что они максимально были идентичны тем обстоятельствам произошедшей трагедии, чем нежели сейчас. По нашему мнению, совершенно идентична. Обстановка составлялась, большое количество участвовало именно и сотрудников следственного комитета, и эксперты там присутствуют. Ну, максимально правдивые следственные эксперименты. Понятые их нашли просто именно на месте проведения этого следственного эксперимента. Их никто ниоткуда не привозил. Совершенно никак. То есть их не привозили ни сотрудники следственного комитета, ни МВД. Их просто из потока автомобилей, который остановили на дороге Тамбов-Пенза, взяли двух лиц, и они участвовали там понятые. Очень важный вопрос интересует всех. Было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ДПС по факту халатности. Вообще, вам известна судьба этих сотрудников и вообще, как дело завершилось, прекратилось? Дело возбуждалось. Это именно после того, как огласка прошла по данной аварии, возбудилось дело по факту халатности. Головина допрашивали с моим участием по этому делу всего один раз в качестве свидетеля. Других следственных действий с нашим участием не проводилось. И вообще, проводились ли они вообще, нам тоже неизвестно. Нас об этом не уведомляют. Какова судьба в настоящий момент этого дела, нам неизвестно. Там прекращено оно или приостановлено. Может быть, расследуется. Мы не знаем. Ну, что-то у меня какие-то смутные сомнения, значит, по поводу того, что там вообще сотрудники полиции понесли наказание. Ощущение, что дело могло быть прекращено. Но это лично мое мнение. То, что сейчас происходит в отношении водителя со стороны следствия, я считаю это беспределом. И я прошу обратить внимание каждого водителя, особенно братства, не побоюсь этого слова, действительно братства дальнобойщиков, поддержать водителя и распространить этот сюжет, который вы сейчас смотрите, максимально широкому кругу лиц, друзьям, знакомым, родственникам. Это очень важно. Поддержите, пожалуйста, водителя. Потому что на его месте мог оказаться любой из вас. И вы это прекрасно понимаете. Была проведена техническая экспертиза, то есть следственный эксперимент. Мог ли водитель предотвратить наезд. Провели экспертизу. Результаты таковы, что водитель не мог остановиться, чтобы предотвратить наезд. Но по истечении полугода, недавно, нас опять приглашают на повторную. Повторный следственный эксперимент. Следственный эксперимент. На каком основании там не указано, что их не устраивает, я тоже не знаю. Но я думаю, не устраивает то, что водитель оказался как бы... Невиновен. Невиновен, может, не то слово, но он не мог предотвратить наезд. Но мы говорим, что вы не нарушили правила дорожного движения. Да, да, да. Что у вас не было возможности совершить остановку. Да, нам не указали на каком основании. Кому-то нужно, чтобы водитель был виноват, так скажем, если грубо. Вот, я думаю, что сейчас они хотят провести еще один эксперимент. Сейчас весна. Эксперимент, то есть авария была... А на 31 марта? Да, на 31 марта. Эксперимент первый мы, значит, проводили осенью. Весна и осень это совершенно разные времена года. Сейчас и ночи светлые, и небо чистое, и все видно, можно сказать, как днем. Я думаю, что цифры в этом эксперименте будут, если он будет, конечно, проводиться, они будут сильно разниться не в сторону водителя. А теперь подведем итоги. Как мы понимаем, следствие не устроило, что водитель не виноват в ДТП. Им нужно, чтобы он был виновен, поэтому делается повторный следственный эксперимент. Уже третий. Более того, этот следственный эксперимент 31 марта 2020 года, который назначен, он однозначно не будет объективным и не может им быть. Погодные условия и множество других обстоятельств просто невозможно воспроизвести. Поэтому я считаю это полным беспределом в отношении Головина. Если вы со мной согласны, поддержите нас репостом, лайком и комментарием. Обязательно распространить это видео, где только это возможно. Дополнительно хочу сообщить. По моему мнению, возбужденное уголовное дело в отношении сотрудников ДПС по факту халатности, скорее всего, прекращено. Я не удивлюсь, если это действительно так. Потому что никакой информации по этому поводу ни у кого нет. Никаких действий дополнительно больше не осуществлялось. Я думаю, не просто так повторение следственного эксперимента хотят организовать. Точнее, назначенного уже на 31 марта. Все-таки хотят сделать виновным именно водителя. Хотя эксперт в этом уже поставил свою точку. Чтобы у водителя не было возможности технической остановить свое транспортное средство. Субтитры создавал DimaTorzok